Гой, еси, честной народ Как рубить из бревен сруб Как сварить из щуки суп И с ребенком поиграть Как попеть и поплясать Все, что можно, вам расскажем Все, что нужно, вам покажем Только сами не ленитесь Посмотрели, потрудитесь Сегодня мы рассмотрим тему пряничной формы Пряник известен очень давно на Руси И даже в древней Руси В подарок передавались пряники Я бы их подразделил на два вида Один пряник, это игровой Имеющий форму чего-либо Скажем, рыбки, коня Или же там зайчика И второй пряник я бы назвал именным То есть на нем был нанесен текст Посвященный чему-то Либо производителю Либо как часто было Прямо текст стоял такой Во здравии или на здоровье Либо же, как мы сейчас все привыкли У нас очень часто встречается Тульский пряник На нем прямо идет текст Тульский пряник Я бы назвал их одним именем Именные То есть пряники, на которых содержится текст И так начинаем Начинаем делать пряничную форму Для резки пряничных форм используются дистинные породы древесины Липа, осина В данном случае мы будем делать форму из осина Заготовка, брусок На котором нарисована рыбка При этом каждый должен помнить Главную вещь Мелкие детали Какие-то мелкие они не были Глубина детали должна быть не менее сантиметра Это толщина пряника Первоначально задается форма Потом по этой форме можно будет прорезать мелкие детали Для первоначального прохода используется овальная стамеска Для выборки большого объема Необходимо, чтобы брусок был из сухой древесины Идеально раньше считалась древесина Которая отлежала более трех лет Это древесина, которая уже никогда не даст посадку То есть все, что у нас сейчас происходит Вот эти все сушки Они все равно не дают того эффекта Когда долговременно идет уже посадка древесины Причем здесь в древесине Кто если сталкивался со строительством Тот знает, что есть особенность древесины Древесина дает посадку только горизонтальную Вертикальную посадку она не дает То есть если вертикально поставить брусок Он никогда не сядет Он сядет только в горизонте Вот, и сейчас мы будем уже углублять Но нужную нам глубину Когда практически уже готова глубина Начинается доработка боковых граней Надо учитывать, что грань должна быть наклонна Чтобы пряничная форма лучше Пряник выходил из пряничной формы Потому что даже при прямых грани Прировных Бывает залипание Вот именно чтобы он лучше выходил Когда пряник снимают с формы Делаются немножко наклонные края КОНЕЦ Вот мы подходим к объему То есть у нас уже появился какой-то определенный объем Так как рыба Имеет Какие-то свои особенности То есть чешую Жаберную крышку Глаз Их нужно обозначить для дополнительной прорезки Чтобы далее углубляясь уже Мы учитывали То, что на рыбе должен быть какой-то рельеф Делаем дополнительную прорезку Делаем дополнительную прорезку Это все делается уже более тонкими стамесками Глаз Как бы обозначается Чтобы потом быть выбранным То, что его дополнительную выборку Делается отдельно Но, чтобы нам не наехать На эту часть Мы его вокруг обозначаем прорезкой Чтобы мы глаз не тронули Подчищаем Голову рыбы Уже начисто То есть у нас Жаберная крышка Обозначена более глубже И вот под этот уровень Мы просто выбираем Начисто Все, что есть Все, что есть Рот Рот делается более мелкой стамеской Овальной Также Рот делается более мелкой стамеской Глаз Глаз также выбирается Уже он обозначен у нас Рельефом здесь На общем фоне Он как бы Утопает А теперь нам нужно его сделать Немножко объемным Поэтому Стамеской Также проходим Чтобы глаз выделился Так, голова закончена у нас Сейчас прорезаем плавник Плавник верхний у нас заходит Немножко дальше Его лучше обозначить Для первоначальной прорезки косяком И далее можно брать опять овальную стамеску И снимать До нужного объема Косяком мы обозначили Чтобы дальше просто у нас Левесина не обламывалась Дальше нужного места Для вертикальной подрезки Более глубокой Можно использовать Плоскую стамеску Здесь сборный инструмент Часть покупного Часть самодельного Некоторые инструменты Просто каждый мастер Делает сам для себя И под себя То есть когда уже у человека Появляется опыт при резьбе Он уже как бы чувствует Что ему конкретно надо Если этого никто не делает Или скажем так Что нет в продаже Я сейчас его изготавляю сами Вот у нас уже обозначенный плавник Который осталось Только лишь почистить И нанести на него Прожилки Которые должны присутствовать На любом плавнике Вырубы Чтобы было четко И понятно Что это Именно Плавник Что это Можно почистить Вот эту часть Более широкой стамеской Загладить ее Для прорисовки чешуи Сейчас сделаем Верхний плавник Нужно было сразу Пройти все тело Продолжение следует... В чем заключалось Смысл печатания? Значит Печать как бы ставили Когда выкладывалась форма То есть Ею ударяли По столу Она вываливала А так-то Крыса в принципе Пряник Закатывался Хотя Если взять Еще одни Крысы Так вот Более древние Вот Есть просто Именно как печать Ставили вообще Просто насечка какая-то Делаясь Небольшая Как вот На хлебе есть Небольшие прорезы Какие-то Вот Был и такой способ Печатания Но основной Который прижился Больше и который Больше чисто Как сказать Культивировался Был именно Вот этот Пляник Потому что Он себе Нес Скажется Как можно было Более четко показать То Что хотел Человек Показать В итоге Потому что Когда просто Наносилось Скажем Тот же разрез Как у нас Вот хлеб Идет сейчас Нарезной Это Немножко Не тот рисунок Нежели Когда Он Был Четко Отпечатан Вот Теперь Сравниваем Все Это Чтобы Была Гладкая Поверхность И Можно Прорисовывать Чешую На рыбе Чем Острее Инструмент Тем Не только Легче Работать Вам А тем Более Гладкая Поверхность Остается При Прорезке Наиболее Часто Встречающиеся Формы Это Именно Осина И Липа Во-первых Из-за Того Что Они Более Свободны В допуске Своем В доступе Своем Да И Легче Обрабатываются Потому что Скажем Если взять Тот же Самый Клен Или Ту же Самую Рябину Вишню И грушу Это Очень Твердые Породы А здесь Именно Свободно По Тому Как говорится Насколько Долго Можно Использовать Вот эту Форму Да Я бы Мог Сказать Так Что В принципе При нормальном Содержании Ее Она Вечная Потому что После того Как мы Ее сделаем Мы ее Будем Проваривать А Проваривая Мы Получим Своеобразную Искусственную Пластмассу То есть У нас Во время Варки Будет Происходить Замещение Кислорода Находящегося В древесине На масло У нас Получится Как бы Дерево Полностью Пропитанное Маслом Которое Не поддается Нагниению Ничему И оно Становится Более Эластичным К ударам Ко всему Останному Сейчас Наносим Чешую Единственное Что сразу Всех Превупреждаю Не Мельчить Потому что Чем мельче Вы сделаете Тем Больше Погрешности Вы сделаете Даже мелкие Детали Очень сложно Прорезать Мельчить Первоначально Чешую Обозначаем Узкой Угловой Стамеской По линиям Аккуратно Прорезая 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 При прорезке Тонких Деталей Лучше Не спешить Если что-то Не идет То остановиться Прорезая 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 При прорезке Всех Деталей Надо еще Помнить Одну Особенность Что мы Режем Зеркальное Отображение То есть Обратное От действительного Поэтому Нужно Четко Себе Представлять Куда Что Должно Выступать Чтобы Оно В итоге Имело Тот же Эффект Когда Уже Вот Отпечатан Пряник Дальше Берется Плоская Стамеска И Подрезается К уже Сделанным Нами Прорезам Сводится В единую Плоскость То есть Мы Полностью Обозначаем Уже Чешую Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует